Всем привет! С вами снова Бьюти Бабушка и новое видео с вопросами и ответами. Давненько я такие видео не снимала, вопросов накопилось огромное количество, и давайте разбираться. Что вам интересно, всё буду рассказывать. И очень часто, я даже скажу неприлично часто, девушки начали высылать фотографии приобретённых ими средств корейской косметики. И эти фотографии обычно сопровождаются текстом. Вот я купила на Украине в инстаграм-магазине. Проверьте, это настоящая или подделка. Я как-то, вы знаете, не буду этим заниматься. Давайте начнём борьбу с подделками сначала. Давайте покупать корейскую косметику в тех местах, где исключён вариант подделки. В группе очень часто вывешивают вот эти вот из российских магазинов, Украина. Ну, знаете, даже подделку можно сделать, ну, чтобы она хотя бы как-то походила на оригинал. Ну, ребята, ну, вот эта корейская косметика, знаменитая Дальневосточного разлива, ну, это неприлично. Поэтому давайте просто думать хорошо, где мы её заказываем. Вот эти все интернет-магазинчики, вот эти скупщики, перекупщики – это тёмный лес. Не лазайте туда, пожалуйста. Это никаких гарантий. Это всё не зарегистрировано, это всё безналогово, это всё какое-то… Вы понимаете, ну, косметика – это как лекарство. Это всё равно, что вы себе средства для желудка купите у бабки в метро в переходе. Ну, это примерно то же самое. Поэтому я никогда не проверяю никаких фотографий, я ни с чем не сверяю, ничего этого не делаю. Но я всегда даю ссылки на конкретных торговцев на ebay, где именно я уже много лет спокойно заказываю корейскую подлинную косметику. Это торговцы, которые меня за пять с лишним лет ни разу не подводили, а некоторые уже и дольше. Я всегда ссылками делюсь. Я ни от кого этих торговцев не прячу. И я сняла отдельное видео о том, как грамотно, как выгодно, ещё и при этом сэкономив, заказывать косметику на ebay. Как это всё делается? Просто при вас села и записала, как я делаю очередной заказ корейской косметики. Думайте, миллион, миллиард, биллион раз, прежде чем заказывать косметику, абы где, абы у кого, совершенно непонятно для чего. Я ещё малюсенький, то, что называется микроблогер, микроинфлюенсер. Поэтому я была в каком-то полном шоке, что столько внимания уделяется не моей косметике, а моей персоне. Я сделала видео с новинками 2021 года и, наверное, использованная мною метафора «Год прошёл, как сон пустой, царь шинился на другой». Эта метафора, наверное, была как-то использована не очень верно. Я имела в виду пандемию и всё, что с ней связано. Грустно это всё, да, господа? И почему-то некоторые зрители решили, что я развелась. Мне начали писать потрясающие сообщения. Да вот он козёл, не расстраивайся. Я сначала просто даже не поняла, в чём дело. Потом я провернула информацию в своей голове. Я подумала, ну, конечно, после этого видео вот эта фраза. И я обещаю, что я буду впредь лучше думать о том, что я несу, какие цитаты использую. И козёл на месте, с ним всё замечательно. Кстати, не такой уж он и козёл. И никаких разводов здесь не произошло. У меня стало открытием, что людей действительно может настолько интересовать личная жизнь человека, которая показывает им какие-то баночки. Ну что же, ну что, это косметика, хорошая косметика, но это не делает чем-то сверхъестественным мой канал. Это баночки, это уход за кожей. Потому что я могу понять, ну, если человек решил монетизировать блог, он там лайфстану включает, что сейчас люди смотрят. Сходила в пятёрочку, да, свеклы взяла. Что там ещё сделала? Развелась, Манька забеременела. Ну, если собирается человек монетизировать канал таким образом, я ни в коем случае его ни в чём не упрыкаю. Он так решил, его смотрит, ему денежка идёт, его всё устраивает. Но у меня канал совершенно другой. И он о косметике. И очень часто я читаю, вот там блогерка плохая, начала с банок, а сейчас там свою личную жизнь показывает, свекруху кажет, сватью ругает. Ну, достаточно в моём недоразвитом инстаграм заглянуть и посмотреть. Вот пост, где мы с мужем, то есть это личная жизнь, да, и вот пост с баночками. И кому нужны эти баночки? И я сейчас стала ещё больше, насколько это возможно, отделять все личные какие-то события, какую-то информацию от своего канала, от своего блога. Скажу даже такую интересную вещь. У меня вся одежда, все вот эти кофточки, которые я использую для съёмок видео, вот эти все шарфики, я их в обычной жизни не ношу. Это образ, образ для канала. К тому же это очень удобно. Иногда вот включишь какое-нибудь бьёте видео посмотреть, там сидит человек на полном серьёзе, весь в катышках или в кошачьей шерсти. То есть он в этой кофте, я не знаю, Крым, Рим и медные трубы прошёл. Вот он сидит в этой кофте. У меня это всё висит на вешалке, отдельно. Но это всё всегда чистенькое, аккуратненькое. Надела, сняла, повесила назад. Обычная одежда у меня более спортивная, более раскованная. Это байки, это худи с катушёным, это широченные штаны. Ну, куда же я на канал в таком вылезу, да? Съёмки есть? А если найду? Ну, а в реальной жизни мне это удобно и нормально. И ещё очень интересный момент, вот я с вами делюсь тем, что чувствует маленький блогер, какие открытия он делает. То, что там большие полмиллионники во всём этом плавают, для них это привычно, а для меня это всё ново и интересно. Я стала замечать, что Инстаграм, мой канал, начинает влиять на мой выбор в тех вопросах, где он влиять не должен. Год назад я поймала себя на мысли о том, что куда бы поехать в отпуск, а где бы было вот Инстаграмненько фотки вложить. То есть мы переходим уже в эту грань, когда нам интересно куда-то поехать, и вот начинается тут же, а что вот я там выложу? Да ничего там, не надо выкладывать, надо съездить туда, где нравится. Надо как-то вовремя остановиться. Смотришь, иногда диву даёшься. Человек уже забывает, для чего он купил туфли. Ему они нравятся, нужны или они модные, дорогие, их нужно обязательно засунуть в экран. Это очень опасное болото, которое очень многих засасывает, особенно молодёжь очень быстро, прямо с головой туда ныряет. Но я тётка старая, опытная уже, села, посидела, подумала и закрыла и эту тему. Полностью на обозрение. Съездили, отдохнули и слава. И я, например, с огромным удовольствием смотрю фотографии в Инстаграм из отпусков. У меня есть одноклассница одна, она очень красивая женщина, и она очень красиво путешествует. У меня, знаете, душа поёт, когда я смотрю на эти фотографии. Но у неё очень узкие. Кроме знакомых это видим только мы и её друзья. А когда человек с несколькими тысячами, например, уже подписчиков, выкладывает всё то же самое, но я как раньше всё выкладывала, вот как для одноклассников, как для друзей, вот это всё выложишь, а там души-то, они поют-то по-разному, когда всё это видят, да? Какая-то душа вот так может запеть. А какая-то душа не поёт уже, тявкать начинает. Вдруг в том, что ты выложил, кто-то видит совершенно какой-то другой умысел, что-то плохое. Потому что это не друзья, это не родственники, это не близкие люди, и для них свойственно и нормально. Каждый думает в меру своей испорченности. Поэтому все вот эти отпуска, покупки, ремонты, жилища наши, нет, вот я не могу себе представить, как в комнате, в которой я ложусь спать, одновременно побывают несколько тысяч человек. Вот они смогут зайти и сказать, смотри, вот у Патракова такие вот занавески, смотри, а вот такая подушка. Это можно показывать в одном случае, если у тебя есть постановочная квартира, как в фильме «Телохранитель». Помните? Это её спальня? Нет, это спальня, которую показывают в прессе. Так что люди разные. Кому-то это нравится, кому-то нет. Ну и окончательно, бесповоротно, мои откровения в сети и какое-либо желание показывать мою семью, то, что мы делаем, где мы отдыхаем, что мы себе заказываем, произошло после того, как под фотографией, одной из фотографий ребёнка, мне написали, наверное, один из самых мерзотнейших комментариев в адрес её внешности, которые я вообще когда-либо видела. Я очень спокойно отношусь к тому, что это пишут мне. Ну, что тут беспокоиться? Мне уже с 50, я знаю все свои достоинства, недостатки, ну, как ты меня уже заденешь? Нет. Пишут и пишут. Ну, захотелось, и написал. Но тут речь идёт о молодой девушке. Молодые очень склонны прислушиваться к чужому мнению, потому что своё ещё не сформировано. И, к счастью, я проснулась в тот день рано утром, успела этот комментарий удалить, а ребёнка помогает мне в группе следить за порядком, и поэтому она его не видела. После этого комментария у меня отбило начисто какое-либо желание что-либо о своей семье говорить вообще. И вот эти все видео, которые мы там с мужем планировали, готовка, да не надо никакой готовки. Вот есть баночки, будем заниматься баночками. Семью от этого нужно защищать. Следующий вопрос. Представляете, как интересно мне, люди на полном серьёзе пишут в личных сообщениях, подберите мне, пожалуйста, уход, и предлагают за это деньги. Девушки, слезайте, пожалуйста, с этой неприятной иглы и инфо-цыганства. Никто вам в сети никаких уходов дельных не подберёт. Там будет лист с ссылками на средства, которые ещё и проплачены. То есть заработают и на вашей наивности, плюс ещё рекламодатель в накладе не останется. Ну, я не понимаю. У меня есть огромный сайт, там уже два, по-моему, с половиной миллиона просмотров. И там есть статья, пошаговая, я обязательно выложу в инфобоксе под видео, что вам нужно для корейского многоступенчатого ухода. У меня на канале в самое ближайшее время выйдет видео, где я из вот таких вот пробничков бюджетных собираю корейский люксовый многоступенчатый уход. Пошаговая инструкция для возрастной кожи любого типа. Просто зайдите, посмотрите это видео, и, в принципе, там будет настолько универсальная линейка, что вы можете её слепо скопировать и попробовать, что будет. Обойдётся в копейки. И никаких денег я с вас за это не возьму. Поэтому хватит страдать всей этой фигнёй. Вы прекрасно справитесь сами, прекрасно подберёте себе уход. Вот у нас девушки в группе в нашей уже по 5 лет уже сами стали знатоками, замечательно подобрали себе уход за кожей самостоятельно. Следующий вопрос. Часто вижу комментарии на моём канале. Девушки пишут, что они хотели бы войти в нашу группу, но у них почему-то не получается. Вопрос в том, что когда вы заходите в нашу группу, чтобы в неё вступить, на входе есть два вопроса, на которые нужно написать ответ. Для чего это нужно? Ну, от ботов это уже давно не спасает. Здесь дело немножко в другом. Первый вопрос. Как вы узнали о нашей группе? Это немножечко помогает администратору и модераторам составить представление, откуда вообще к нам приходят люди. И также, если, например, я вижу в ответах, я нашла вашу группу в другой группе, например, Агаты, да? Потрясающая группа, замечательная, очень рекомендую. Я вижу, что один человек пришёл, второй, третий, двадцать пятый, все пришли из этой группы. Я размещаю в нашей группе их рекламку, хотя меня об этом никто не просил, но я считаю, что это долг, вежливость. Модератор той группы меня отрекламировал, значит, я должна сделать так же. Второй же вопрос касается правил нашей группы. Так как и я, и модератор, у нас все очень занятые люди, все работают на основной работе, у нас иногда не бывает времени, знаете, бороться с теми, кто просто не соблюдает правила группы. Поэтому облегчение задачи происходит на входе. Если человек не ответил на эти вопросы, согласен ли он ознакомиться с правилами нашей группы, но он не ознакомился с ними, он даже не в состоянии на эти вопросы ответить, ну, зачем мы будем брать такую потенциальную бомбу замедленного действия? Зачем нам в группе человек, который не хочет ознакомиться с двумя-тремя элементарными правилами? Поэтому у нас в группе и творится тишь, гладь, божья благодать. У нас ни политических обсуждений, никаких фобий, никаких расизмов. У нас спокойные, уравновешенные, замечательные девушки и юноши, которые увлечены корейской косметикой. Поэтому, когда будете вступать в нашу группу, я всех всегда приглашаю, добро пожаловать, там намного больше материалов, конечно же, чем на канале. И не забудьте ответить на эту пару вопросов. Если кто-то приглашает свою подружку, человек, который уже сидит в нашей группе прочно, попой, конечно, мы её берём без всяких вопросов, без всяких объяснений. Следующий вопрос. На канале будут небольшие изменения в каком плане. Я буду теперь раз в месяц делать видео со своими фаворитами и антифаворитами, но, скорее всего, я объединю их в одно видео для скорости. Все блогеры эти видео очень давно делают, но я от них откручивалась очень долго, но всё-таки буду делать. Почему? У меня на канале очень много распаковок. И в группе я каждое средство после тестирования обязательно вывешиваю, рассказываю, что я о нём думала. Но зрители на моём канале так вот с этими распаковками и остаются. Что они посмотрели это видео с распаковками, что они посмотрели, это всё первое впечатление, но и от силы повторилки, которую я снова заказывала. Поэтому специально для зрительниц моего канала я буду раз в месяц обязательно в конце месяца выкладывать видео о том, что мне понравилось и что мне не понравилось. Так что вы тоже будете в курсе. Ещё один момент очень часто пишут мне «Ой, такое средство корейское чудесное, а я не верю. А вот это вопреки законам физики, а это технологически невозможно». Знаете, как вывесишь что-нибудь с научными словами, сразу физики, ядерщики на бьюти-канале появляются, знатоки вирусологии, демонологии, всё, чего угодно. Объяснят тебе, в чём корейские производители вот эти все институты научно-исследовательские, в чём они неправы. Что такое какой-то корейский институт с разработками новейшими и вот такой знаток из интернета, знаток виднее. Что я могу сказать по этому поводу? Мне часто очень пишут медицинские работники, что вот нет, такого не может быть. Я всегда придерживаюсь того мнения, что нужно уметь смотреть вперёд, даже если ты медицинский работник. Я всегда вспоминаю, как во времена Первой мировой войны медицинские работники заливали раны солдат кипящей смолой, дезинфицирован. Это же медработники были, медработники. Такая вот небольшая информация к размышлению, что время идёт, и Корея, как и весь Восток, развивается ускореннейшими темпами. Если судить по косметике, которые вплотную занимаются, разница между корейской и европейской она где-то 25 лет по технологиям. Я имею все основания подозревать, что там очень многие отрасли уже далеко убежали вперёд. Европа почивает на лаврах, на старых. Все привыкли, что вся мудрость прёт, так сказать, из Европы. Нет, это уже далеко не так. Посмотрите на тот же Китай. Вот, кстати, замечательный бренд китайский. Вот такая декоративная косметика. Вот сейчас заказываю, буду делать обзор на канале. Вот это Китай. Как мы всегда относились к Китаю? Китай. Вот это Китай. Да. И весь этот восточный регион отличается не только трудолюбием, но и уже другими совсем технологиями. поэтому нечего удивляться вот у меня девушки с спикулой. Хрень. Вот маска со спикулой. Она действительно чудесная. Она из любой золушки, заморажки, тётеньки старенька, она за несколько минут делает абсолютно другую кожу у человека. Она делает абсолютно другую тётеньку. И это факт. И ну как же, вот это же какие-то мельчайшие иголочки, которые в кожу проникают. Как такое возможно? А вы знаете, вот когда-то были люди, которые говорили, земля лежит на трёх китах. Это закон физики. Что вы прёте против закона физики? Летать. Это невозможно летать. Помните, как стихотворение Юлии Друниной? За ним бежали, угрожали, ржали. Бежи его антихристов вожами, когда он полететь попытался. Первый лётчик. Стихотворение такое. Ну вот абсолютно то же самое. Поэтому, дорогие медицинские работники, кто мне пишет, что спикулы, отстой, ещё что-то не так, что это не работает. Кто-то мне недавно писал, что вот эти магнитные пластыри, которые мы с мужем используем от боли, тоже хрень. Ребят, ну, какая бы она хрень хренью не была, но у меня муж после старой травмы, его на борьбе неудачно захватили и бросили на спину, он с этими пластырями совершенно спокойно может сидеть, работать за компьютером, у него не болит спина. Можете себе представить, сколько обезболивающих человек должен съесть, вот так ли это полезно, это какие-то пластыри, 4 штуки, наклеила 4 магнитика, всё, мужик как новый. Поэтому давайте вот со своими всеми этими законами физики, не нравится то, что я показываю на канале, вот антинаучно, да, у меня всё. Я, знаете ли, не вакцинация без моего канала и в кафе пусть, это в театре, в ресторан, поэтому просто не нужно тогда смотреть. У меня на канале очень много корейских новинок, новшеств, у меня есть спикулы, у меня есть магнитные пластыри, у меня здесь чего только нет, поэтому либо адаптируемся, либо не хнычем. Следующий вопрос, изменились налоговые правила, теперь, ну, просто, наверное, дня не проходит без вопроса. Как я обхожу налоги? И здесь меня, честно говоря, удивляет одно, а почему все решили, что я обхожу налоги? Ничего я не обхожу, мне приходят те же счета с таможни, иногда Федекс растамаживает сам, приносит мне эти счета, я их оплачиваю, а что вы мне прикажете с ними делать? Я не заседаю в правительстве, я не принимаю законов, и нравится мне это или не нравится, я их оплачиваю точно так же, как все остальные. Ну, и по традиции о планах, из интересненького, знаменательного, я очень сильно поправилась за праздники, неприлично, и я думаю, что это по моей щекастой морде уже давно стало видно, я решила худеть. И как раз очень удачно ребенка мне подарила такой замечательный фитнес-браслет, который пристегивается к телефону, это очень удобно, и этот браслет, он говорит мне, когда мне нужно поднять попу и подвигаться, когда мне нужно попить, он все рассказывает, он измеряет, как я сплю, все, уровень стресса, очень интересно, и я хочу сделать видео о своем постепенном похудении, я запаслась очень интересными средствами для похудения, во-первых, есть корейские БАДы, посмотрим, работают они или нет, во-вторых, есть потрясающие всевозможные корейские ПАДЧИ, смотрите, какую прелесть заказала, это вот эти вот уши с панели убирать, руки приводить в порядок, еще и в форме сердечка, замечательно, и поэтому я буду все это собирать в одно видео, в начале которого я буду толстая, а в конце стройная, ну, я очень на это надеюсь, что у меня это получится, ну, такие планы, ну, и, конечно же, распаковки наши с вами любимые, фавориты прибавляются, и если вы хотите, чтобы я сняла видео на какую-то другую тему, то напишите, пожалуйста, в комментариях, не стесняйтесь, что бы вы хотели увидеть на моем канале и услышать о бьюти бабушек. Вот такое сегодня получилось видео, очень надеюсь, что я никого не обидела, что все остались довольны, спасибо большое всем, кто сегодня случайно или умышленно оказался на моем канале, и до следующего раза. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok